Первое, что следует сделать вам, это, наверное, избавиться от чувства вины. Оно обычно возникает в людей тогда, когда человек не принимает ответственность на себя, за самого себя и за ребенка, а старается взвалить на себя то, что ему не подвластно. В данном случае ваш мужчина, ваш муж, он болел. Он болел раком ручка, как вы сказали, и умер он не от того, что мы на него замечали. У вас с ним были определенные проблемы, определенные трудности, определенные конфликты, а потому что у него была болезнь. И вы, ситуации с ним, не могли вести себя иначе, потому что в конфликтах, к сожалению, происходит достаточно четкий алгоритм поведения. Когда люди, слово за слово, начинают цепляться и в итоге происходит ссора. Вам нужно понять другое, что чувство вины и крик на ребенка, это есть следствие неуверенности вашей в себе. То есть вы почему-то считаете, что вот вы ненавидите себя, вы говорите, что, наверное, себе, что вы плоха, что вы не должны так себя вести и так далее, ругаете себя. Но это ни к чему не приведет, потому что начальник вам, ну, отчего же вам, собственно говоря, не хватает, чего вам хочется, что вам нужно. Как и бывает, у вас есть цель, что сделало бы вас счастливым. Любили ли вы своего мужа? Если любили, то почему так себя с ним велить? А если он сам провоцировал такое отношение к себе, то это его вина. Его, не ваша. И это нужно очень четко понимать. И, возможно, дальше помочь вам с этим разобраться, если вы не можете этого сделать сами. Дальше. В отношениях с сыном проявляется агрессия, потому что у вас есть внутренние неразвешенные конфликты. Противоречия, которые постоянно портят вам настроение, которые постоянно держат вас в напряжении, которые не дают вам спокойно жить. Нужно все эти противоречия выявить, разрешить. И обязательно оставить вам место, пространство для того, чтобы, во-первых, вы достигали своих целей, достигали своих идеалов, стремились к чему-то сами. А, во-вторых, пространство нужно для того, чтобы вы чувствовали себя не только матерью, но и женщиной. Чтобы вы развивались как женщина, чтобы вы вели себя как женщина, чтобы у вас было личное пространство и личные границы. Для чего? Чтобы чувствовать себя, не смотря ни на что. Желанный, востребованный, привлекательный, сексуальный и так далее. И все это нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливой. Чтобы чувствовать себя полноценной. Тогда и ребенок будет так же себя ощущать. А пока ваш малыш получает несчастливую маму рядом с собой. И, соответственно, сам он счастливым быть не может, ну, никак. Значит, сперва пронабатываем ваши личные проблемы, ваши отношения с мужем. Потом задаем направление вашей личной деятельности, ваши личные цели оформляем. Думаем, чем бы вам хотелось заниматься, куда бы вам хотелось развиваться. Что блокирует на данный момент ваше движение вперед, знакомство с новыми мужчинами, построение новых отношений с ними и так далее. Все это делается в контексте того, чтобы вы были счастливы для своего ребенка. Если этого не будет, то у ребенка будут большие проблемы. Вы будете так же на него кричать, а если не будете кричать, то он будет чувствовать напряжение. И, в итоге, это создаст для него множество проблем в будущем. Если вы этого всего не хотите, то обязательно пронаботайте те проблемы, которые я описал с тем экспертом, который вам понравится, которого вы выберете. И которому доверите свои проблемы, свои конфликты, свои какие-то, может быть, даже страхи неразрешенные и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!